Девятый апреля 2006 года Кальдерон уверенно контролировал ход поединка. Каждая из его атак находила свою цель. Тельес стремился нанести нокаутирующий удар, но чемпион, благодаря хорошей работе ног, всегда держался на удобной для себя дистанции. В девятом раунде над правым глазом претендента открылось серьезное рассечение и рефери остановил бой по рекомендации доктора. Досрочная победа Ивана Кальдерона техническим нокаутом. 29 апреля 2006 года в Машантакете, штат Коннектикут, США, в бою за вакантный титул чемпиона мира в легком весе по версии WBO, встретились бывший чемпион мира в двух весовых категориях бразилец Аселина Фрейтес и американец Захир Рахим. Начало поединка прошло с небольшим преимуществом бразильца, Аселина была активнее и точнее Захира. Однако ближе к середине боя Рахим взвинтил темп и все чаще доставал голову соперника точными ударами. Финальные раунды запомнились конкурентной борьбой с многоударными разменами, в которых было сложно отдать кому-то преимущество. В итоге же разделенным решением судей победа досталась Аселина Фрейтесу. 29 апреля 2000 года в Нью-Йорке, США, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC и IBF, британец Ленокс Льюис, провел очередную защиту принадлежавших ему титулов. Его соперником стал американец Майкл Грант. Скоротечный поединок прошел с тотальным превосходством чемпиона. Уже в первом раунде Грант трижды побывал в нокдауне, но поднялся и с трудом достоял до завершения трех минутки. Во втором отрезке боя избиение продолжилось и после очередного падения претендент о рефере остановил схватку, зафиксировав досрочную победу Ленокса Льюиса. 29 апреля 2012 года в Донецке, чемпион мира в полусреднем весе по версии WBA, украинец Вячеслав Сенченко, вышел на ринг, чтобы привести четвертую защиту принадлежавшего ему титула. Его соперником стал бывший чемпион мира в первом полусреднем весе по версии IBF, американец Пол Малиньяджи. Поединок прошел в перестрелке с дальней дистанции, в которой более быстрый Пол выглядел предпочтительнее. Уже после третьего раунда над левым глазом чемпиона образовалась гематома, закрывавшая ему обзор. Ближе к восьмой трехминутке глаз Вячеслава закрылся полностью и Малиньяджи наносил удары именно в это место, что и заставило рефери остановить бой. Досрочная победа Пола Малиньяджи техническим нокаутом в девятом раунде. Продолжение следует...